Разберем основные ошибки при медитации, которые люди допускают, и я это заметил среди своих учеников, им сложно от этого. Мы либо сфокусированы на дыхании, когда медитируем, либо плаваем в потоке собственных мыслей. 7 основных ошибок, которые нам мешают, мешают добиться изменений к лучшему. Первое. Попытка остановить свои мысли или бороться с ними. Кто-то хочет их остановить как дикую лошадь. Когда вы пытаетесь о чем-то не думать, вы одновременно пытаетесь помнить о том, о чем вы не думаете. Подумайте про розового слона, вместо белого будете все время сконцентрированы на розовом слоне и так далее, так далее, так далее. Необходимо расслабить тело, расслабить свое внимание и просто сфокусируйтесь на дыхании внутри тела. Это лучше всего. Можете сфокусироваться на сердце, на свете, на каком-то органе, на ноздрях. Это уже будет лучше, чем постоянно розовых или белых слонов наблюдать. Но это могут быть бытовые мысли, прошлое, будущее, настоящее и прочие отвлекающие факторы. Вторая ошибка. Напряжение. Ученики, люди, медитирующие, пытаются заставить себя сконцентрироваться усилием воли. Если что-то у нас в жизни не получается, нужно приложить усилие, это наша программа такая. Медитация так не работает. Концентрация – это не усилие, это управление потоком или внимания, или энергией. Если мы заметили, что внимание ушло, просто возвращаем его обратно. Оно должно быть естественным. Третья ошибка – перегорание. Некоторые люди очень усердно занимаются медитацией. И очень серьезно к этому относятся, прям с таким, значит, даже наморщенным лбом. Важно понимать, медитация – это интерес, это весело, это юмор. Он должен, как у ребенка, вот проходить этот процесс. Это не рутина. Веселитесь во время медитации. Для достижения результата достаточно, как я уже говорил, одной, двух, трех минут ежедневно. Доведите до десяти, это уже вы просто будете молодец плюс. Пусть будет медитация, часть вашей жизни. Чистите зубы – медитируйте. Варите больше – медитируйте. Идете по улице – медитируйте. Общаетесь с ребенком, с родителем, с мамой, с папой – тоже медитируйте. Просто убираем ожидания. Не сравниваем себя ни с кем, с какими-то супер-гуру или с людьми, которые вообще не медитируют. Вы сравниваете себя только с самим собой. Сегодня лучше, чем вчера. Завтра лучше, чем сегодня. Еще одна ошибка – состояние эйфории. Мы, учителя, называем ее «американской горкой». Люди, которые начинают медитировать, испытывают во время медитации такое балдежное состояние, эмоциональный подъем. Некоторые медитации именно на это рассчитаны. В какой-то момент человек, занятый бытовыми делами, перестает делать медитацию, либо у него как раз горка идет уже вниз на убыль. И он переживает какое-то депрессивное состояние. То есть медитация поднимает, а потом обязательно спад идет. Это классический пример. Тут главное – грести всегда вперед. Неважно, как река течет против вас или по вашему плаванию, просто гребите вперед. Пятая ошибка – статичная поза. Многие учителя учат тому, что мы должны сидеть как пришпиленные к стулу или к полу и медитировать, держа это состояние 30 минут, может больше. Это тяжело. Но, напоминаю, будьте как ребенок, испытывайте разные способы медитации. Можете на турнике даже медитировать, можете лежа, когда засыпаете. Можете во время ходьбы, только глаза пусть будут открыты. В любом состоянии попробуйте свою форму медитации. Придите к чему-то, то, что нравится вам. Вы можете динамическую медитацию делать, двигаться в танце, например. Включите музыку и попробуйте с закрытыми глазами просто покачаться, как дерево. В некоторых племенах Коги и прочих с Латинской Америки у них есть шаманские практики. Когда их закрывают на 10 дней в темноте в полной, они должны пройти процесс трансформации сознания. Они там танцуют. То есть стоять, лежать уже не получается. Попробуйте как племя Коги. Станцевать, подвигаться. Да, конечно, спина при этом должна быть прямая, но вы же можете двигаться. Используйте эту подсказку, чтобы развеселить свой способ медитации. Шестая ошибка – самоосуждение и оценка. Ум, конечно, будет отвлекаться. Нужно к себе относиться просто. С добротой? Ну, не получилось, не страшно, идем дальше. Все, что происходит во время медитации – это правильно. Я часто встречаюсь, ученики спрашивают, а я вот правильно делаю? А может, это неправильно, там что-то увидел он, какую-то форму, объект, энергию? Нет, в медитации правильного – неправильного. Каждый человек, вот сколько у нас, 7 миллиардов, найдет свой подход, модель, как ему лучше, легче медитировать и общаться с Высшим Я, с миром энергетики и прочими вещами. Сознание людей разное. Да, оно устроено энергетически одинаково, но наполненность этого сознания информацией, опытом, переживаниями, кармическими программами, она разная. Поэтому люди все будут по-разному относиться к объектам медитации и к самой практике. Очень важный здесь момент – это оценка. Не оценивайте. И очень важный момент, я уже говорил, это подпункт этой ошибки – это ожидание. Многие ждут, что у них будут космические переживания. Они там на Альфа Центавра улетят или еще что-то произойдет, потому что так их знакомые рассказывают, так в Ютубе рассказывают, но это не так. Кто-то будет летать на Альфа Центавра, кто-то будет спокойно просто внутри тела чувствовать тепло, кто-то ни то, ни другое, но у него будут розочки, цветочки, бабочки или музыка в голове играть. У каждого свой канал, найдите его и используйте его как бы максимально. Седьмая ошибка – не могу расслабиться. Посторонние звуки, мысли, все мешает медитировать. Подумайте о том, что это тоже часть практики. Пусть птички поют, кто-то там рассказывает историю, машины ездят, шум машин. Попробуйте пойти в шумное место для практики, посидите с закрытыми глазами 2-3 минутки и настройтесь. Эти шумы через мгновение уйдут на задний план. Вы, когда ложитесь спать, есть шумы посторонние, но в какой-то момент ваше сознание чик и переключилось. И вы об этом уже не думаете. И сделайте вот практику, сейчас я вам скажу. Когда вы просыпаетесь, отметьте это состояние. У вас в ушах не будет никаких звуков. Вы еще не проснулись, но уже сознание вернулось. И через секунды вы уже услышите звуки. Когда вы захотите встать, вы уже услышите, кто-то на кухне там возится, за окном там собака гавкает или еще что-то. Это и есть переход из тета состояния в альфа. Ну, об этом мы в другом ролике поговорим. Это уже более-таки глубинные исследования. Используйте медитацию для улучшения своей жизни. Здоровья вам, успеха. Скачивайте в нашем марафоне медитацию «Восьмерка», медитацию «Прокачка позвоночного столба». Внизу ссылочки у вас есть. До встречи в следующем ролике. Скачивайте в следующем ролике. Продолжение следует... Продолжение следует...